всем здравствуйте вчера снимала ролик как я формирую свои метельчатые гортензии ну вот 2 3 года к обрезаю что я вывожу а сегодня хочу показать о своей ваниле фрайс ей 6 лет я показывала вам ее обрезку и в первом комментарии прикреплю как я ее обрезала чтобы можно было увидеть вот по этому каркасу нагляднее да когда нет ничего не листвы как сейчас она выглядит смысл был в том моей гортензии 6 лет естественно я учусь все вместе постоянно мы живем и постоянно учимся мы же не рождаемся и знаем что как все обрезать в общем я ее исправляю уже третий год кто помогли как всегда на моем участке это мои собаки с одной стороны они очень низко сгрызли мне ветки мне пришлось их низко обрезать и я уже действительно тогда убедилась что она после этой низкой обрезки выпускает ровные прекрасные побеги пускай немножко попозже зацветают но это уже каркас понимаете после того после вот вроде мои собаки тут что-то мешают но дают приоткрыть одновременно глаза но давайте немножко не о том вот исправляю несколько лет вот эта сторона уже у меня как бы там выведены вот эти ноги которые вам покажу это уже как бы третий ну третий год побеги третьего года а с другой стороны я боялась я боялась и оставляла я не сразу кардинально обрезала а за несколько лет и с этой стороны вот если смотрите видите тут более куст пышный а тут еще он такой более редкий тут я прямо спилила толстый такой скрюченный был толстый побег и она мне ну сейчас покажу так вот видите вот вот толстая толстая основание где но толстая ветка перекрючена такая была вообще вот страшная и тут два побега она мне выдает низкие вот эти побеги 2 они самые низкие идут вот как бы ну почти от не от уровня земли от самые до самого низа вот этот повыше почка проснулась и вот эта почка ниже проснулась видите она только зацветает и поэтому тут она ощущение но последние какие толстые она выдает побеги это толще чем мой вот мизинец ну тоньше чем указательный вот толстая побеги может у кого-то такое указательным то что у меня руки большие да и вот на этих уже вот ветках на этих ветках следующем году я обрежу ее видите так как вот она у меня была с той стороны вот это вот прошлого года ветка ведь это паза паза прошлого ветка толстая паза прошлого года так вот прошлого года у и за листьями не видно так вот прошлого а вот уже этого года и ведь на уровне 50 сантиметров самый высокий побег но вот посмотрите то видео где обрезка вот это вот самый высокий побег который дал мне центр центр куста вот и она видите посмотрите какая красивая цветет она выше меня она уже где-то метр восемьдесят а вот эти два с этой стороны что она у меня выдала я уже может быть даже не почки буду считать а вот именно в уровень тех веток которые у меня с той стороны на которых уже ну как бы она приподнята и она у меня будет таким красивым равномерным уже кустом эти пока вроде бы как-то чуть-чуть однобоко но с этой стороны видите какая красота а в следующем году у меня также будет эти точно так же будет тут есть и потоньше ветки они задерживаются потому что они ниже выдали да и еще но тут понятно что вот уже с этой стороны где вот она цветет там уже есть первого года толстый побег я ее обрезала на три почки второго года два допустим пошли на три почки и это уже как бы третий год вот с этой стороны да понимаете вот тут а с этой стороны это только как бы первого года поэтому она не цветет ну вот если я понятно так объяснила трудно туда подлезть показать вот эти каркас потому что листья мешают но видно что но хочу вам что сказать у меня там может быть видно будет так у меня видите тут не лохудра тут у меня не веник а сколько только побегов вот как бы основных раз два три 4 5 5 толстых трех летних 5 веточек 1 2 3 4 5 трех летних и срезов что я вам с той стороны показывала вот этот пень она выдала 2 значит у меня будет пока вот это основание на 7 на 7 основных вот каркасных ну как бы фундаментных таких ветках вы понимаете некоторые говорят вот я хоть захотела обрезать свою метельчатую гортензию низко и она у меня выдает много тонких побегов но опять же в чем ошибка да я свою может быть когда-то и срежу но у нас есть еще естественно она мне может выдать много этих побегов да вот везде почки проснуться смотря какой год как там будет но еще уже есть такой прием в начале июня нормирование побегов поэтому поэтому все лишнее я удалю я и свою гортензию нормировала вы думаете вот столько тут было побегов нет самое тонкие я удаляла самое тонкие я удаляла я уже видно было что он слабый вот это еще можно было удалить но вот что-то мне захотелось видите тонкий он а посмотрите какой тут вот они братья они этого года побеги вот и вот среди какой толстый толстый дает высокое красивое цветение ванила фрайс же еще имеет способность немножко как бы разваливается я вам говорила что внутри у меня забит ну палка железная что угодно что вы найдете и каждый побег вот такой как бы ромашечкой подвязан я подвязываю капроновыми колготками чтобы они и пружинили одновременно ну и в общем посмотрите видите вот чего я добиваюсь толстых побегов но если вы хотите чтобы этот был куст маленький такой клонящийся с тонкими побегами значит мы не нормируем а ну вот вопрос к тому о комментарии обрезала много тонких веток но я вам говорю есть же такой способ как нормирование побегов их в начале июня можно было удалить лишнее и у вас были бы крепкие пускай он он бы зацвел да вот я низко обрезала она у меня зацветет с этой стороны немножко попозже но она зацветет потому что их не такое большое количество верхние естественно процветут потому что это уже как бы третья ступенька да вот третий ярус 1 2 3 а тут получается как бы первого вот и ну я вот для себя как я тут вам показывала вот этого третьего года смотрите но опять же напомню эти три это низкорослая гортензия умна а у меня она сформирована на трех ногах вот это гортензия у меня будет она уже взрослее на семи ногах 5 сейчас основных и 2 она выдала толстые ветки на которых как бы я в следующем году подровняю с этим уровнем и срежу мне же не нужно ее каскадом или как-то да я хочу по кругу ее видеть одинаковая чтобы она у меня была но я думаю вы вот немножко понимаете вот эту суть поэтому все что когда мы обрезаем или для чего мы делаем мы должны всегда задать себе вопрос что мы хотим сделать мы просто хотим кустом оладить мы хотим его увидеть красивым высоким с большими шапками или мы хотим чтобы он стелился на газон с много мелкими понимаете где он у вас растет вот у меня ванила в центре такой клумбы вокруг них в нее метельчатая гортензия естественно я не хочу чтобы она у меня была вот тут так склонялась до вокруг у меня вот такая композиция потому что места у меня мало и мне надо ее как бы вот так вот приподнять над этой клумбой вот я и поэтому и добиваюсь толстых побегов толстого основания туда забиваем какое-то привязываем она стоит как солдатик да вот таким вот красивым красивым кустом когда я не захочу я уже увижу что тут она у меня мотляется я не захочу и такую высоту выше поднимать да уже и значит я опущусь вот у меня три почки было вот смотрите три почки как бы паза-паза прошлого года три почки прошлого года и уже этот я же могу вернуться не на вот эту она понимаете на второе как бы колено от земли понимаете вернуться обрезать я ее снижу так понимаете мы всегда можем вот так омолаживать но для меня самое важное вот внизу создать вот этот вот ну понятный для меня вот этот вот как бы сказать фундамент этого куста не вот такое где там непонятно что вот понимаете бывает же так переплетено что не поймешь что как сделать а вот этот вот вот основу а потом мы уже обрезаем хотим так хотим пониже спустились но я думаю вам понятно объяснила я уже не знаю и на пальцах и на палочках на всем чем угодно в общем посмотрите то видео там будет нагляднее вот эта обрезка я вам говорю я не не специалист я вам показываю ну как сказать специалист не специалист у меня все на личном опыте я все добиваюсь как бы личным опытом и размышлением и всегда размышляю для чего что я хочу видеть и что я это делаю а не то что сказали низко обрезайте и все но потом же есть какой-то уход потом же есть что-то ну в общем вот так спасибо дорогие друзья выращиваем красивые кусты ну и любуемся такой красотищи до свидания